И я шаную ця життя, как Божий дар. Я знаю, выстачить травы для всех отар. Лишь я не знаю, сколько требов Божих дней, чтобы отделить огня от бараней. Хорошо, такой вопрос. В случае появления Харьковской Народной Республики в случае, какие действия будут у тебя? Ну как, за гранатометом побегу. В кого стрелять будешь? Сама по себе Харьковская Народная Республика не образуется. Смотри. То есть это обязательно должно быть какое-то внешнее воздействие. Правильно? Ну, ясное дело. Ну, вот против этого внешнего воздействия. В случае какого-то перехождения к власти каких-нибудь, там, не знаю, чертей, вроде, там, тягнеблока, там, ну, вот, все-таки националистические, понимаешь, что весь Юго-Сапад, Юго-Восток может быть очень плохо, очень болезненно принять вот этих вот людей, которые появятся в Киеве. А откуда ты знаешь? И пойду, ну, это мы обращаемся к истории. Я тебе расскажу про историю. Вот смотри, у нас когда-то Харьковская администрация была захвачена сторонниками Харьковской Народной Республики. А как ты думаешь, кто из харьковчан им пришел на помощь? Ну, слушай, я не знаю, но я еще раз повторю. Я видел, я видел фотографии конкретные митинга, где стрелки Дубкин и Кернес с огромнейшим, огромнейшей площадью, огромнейшим количеством человек, с ирахистскими флагами, с баннерами, то, что на Западе мы рабы, а в России братья. И, ну, вот, как бы выражение такой риторики. Я понял. Александр, я тебе задаю конкретный вопрос. Вот я из города Харьков. Когда наша администрация была захвачена сторонниками Харьковской Народной Республики, их там в здании было 70 человек. Не нашлось даже харьковчанина, чтобы российский флаг повесить на администрацию. Они просили харьковчан, чтобы харьковчане приходили, им помогали. У меня вопрос к тебе риторический. Как ты думаешь, сколько харьковчан пришло им на помощь? Сколько харьковчан пришло им, принесло мешки с песком, шины, сами пришли на защиту администрации. Как ты думаешь, сколько таких человек нашлось? Уверен, что мало. И я тебе больше скажу, ни одного. Вот и как было там 70 человек с топазом во главе, так никто больше не пришел. А как ты думаешь, почему? Наверное, боялись. Так они же... В дальнейшем преследовании. Что-что? В дальнейшем преследовании. Так подожди, Харьковская Народная Республика, что же она будет преследовать кого-то? Ну вот, Харьковская, уже все, создана Харьковская Народная Республика. Путин в виде войска. Она не создана. Пока только какие-то реймы захватили администрацию и все. Так уже все, Харьковская Народная Республика. Это просто какие-то реймы. Ну хорошо, то есть надо, чтобы кто-то создал Харьковскую Народную Республику. Она же сама по себе создана быть не может. Должно, да, должно, послушай, должно быть у жителей Харькова, должна быть полная уверенность в том, что за деяние создания самой Харьковской Народной Республики им не будет дальнейшего преследования в Украине. И то, что сама Харьковская Народная Республика будет стопроцентно создана в будущем. Я понял. Ну так, если же они ничего не будут делать, как она будет создана, откуда же у них возьмется эта уверенность? Ну слушай, сам не знаю. Я понял. Пусть тут круг, я же тебе, круг замыкается. Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, вот Харьковчане смотрят на Донецк, на Луганск? Им нравится то, что создано в Донецке и в Луганске? Нет, я не думаю, что им нравится, но тем не менее, тем не менее... А они делают какие-то выводы из создания вот этих республик? Я думаю, конечно же, делают, но тем не менее, послушайте меня. Я общался тут с огромнейшим количеством харьковчан, днепропетровских людей, там, одесских. И многие говорили мне такие вещи, у которых у меня просто стают дыбом волосы. О том, что, типа, вот я говорил, в каком 2004 году, когда был первый Майдан? Что вы в Харькове думали по этому поводу? Мне открыто объясняли то, что, бля, мы не хотели никаких Майданов, мы просто хотели взять и отделиться. Вот это прямая цитата нескольких людей, которых я тут встречал, которые точно я знаю, что это были в Украине. Тогда ты их спроси в следующий раз, Александр, а что вы сделали? А это же, понимаешь, в чем дело, что люди, скажем так, вот такого совкового ватного мышления, они же прежде всего опираются на то, что им кто-то что-то сделает. То есть, что сам человек не будет делать ничего. Я тебе больше того скажу, люди старшего поколения, такого возраста, как я, если ты у них спросишь, скажешь, друзья, скажите, что вы сделали для защиты Советского Союза? Они же ведь ничего тебе не скажут. Никто ничего не сделал для защиты Советского Союза. Наверное, они просто сидели, бля, дома и просто пердели. Это важно. Ну так, ты думаешь, они с тех пор изменились, что ли? Нет, нет, конечно же нет. Ну вот видишь, вот я ответил на свой вопрос. В Донецке, ну смотри, в Донецке же пошли в ополчение военное. Я понял. То есть, что-то решили там делать. Я понял. Ты знаешь, Гиркин Стрелков рассказывал, что если бы не россияне, то вообще вот этого нифига бы не было бы. Но, тем не менее, Гиркин Стрелков еще объяснял то, что из интервью, допустим, с тем же самым Гордоном можно сделать понятный вывод того, что во многих случаях Гиркин не подчинялся Российской Федерации полностью. Он говорил о помощи просто некоторым. Но, черт говоря, Гиркин Стрелков не является полной вероятной Российской Федерации. Ты знаешь, ты на самом деле не прав. В материалах средственной группы по Боингу и МН17, Которую проводил кто? Гагский окружной суд. Всплыли материалы, они признали подлинными переговоры Гиркина с его куратором из ФСБ, с генералом ФСБ. Так, где посмотреть эти материалы? Можно? Можешь забить в гугле просто. Это Гиркин руководился генералом ФСБ. Можно вопрос о источнике этой новости? Я же тебе говорю из материалов. Я понимаю. Те, которые, материалы, которые были опубликованы в результате расследования Боинга, по Боингу и МН17. Я уверен. Я уверен в том, что... Я уверен, что сам, наверное, не заходил на Саи, в Гаги и не гуглил там вот этот материал. Тебе кто-то этот материал дал? Ну, то есть какой-то СМИ, какой-то источник. Мне дало это материал Би-Би-Си. Это из опубликованных материалов Би-Би-Си. А я, в свою очередь, перепроверил этот материал. Ты можешь привести пример, когда бы Би-Би-Си фейки распространяла? Ну, Би-Би-Си очень заангажировала. Я понял. Это по твоему мнению. Ты можешь привести пример, когда бы Би-Би-Си явно, скажем так, распространялся... Явно, еще раз повторяю, явно нет. Но я могу привести огромнейшее количество примеров, где оно явно заангажировано подает всю информацию. То есть ты считаешь, что то, что Би-Би-Си сослалась на материалы вот этого объединенной следственной группы по Боингу и опубликовала эти переговоры, то это заангажированность. Александр, я не видел этой новости. Я не могу ничего пока сказать. Я с ней обязательно... А ты слышал что-нибудь про обстрелы территории Украины с территории Российской Федерации? Что? Артиллерийские и обстрелы из градов. Никогда не слышал об этом. Скажи мне, пожалуйста, я сейчас загуглю специально. Загугли. Гукова, обстрел территории Украины. Гукова? Гукова, Гукова, Ростовская область. Гукова, обстрел. Сейчас посмотрим. Так их на самом деле очень много было. Артиллерийские и при помощи систем залпового огня. Так, ну сейчас посмотрим. Ну посмотрим. А где ты ищешь? Вот в настоящее время. И сразу же источник новости Беллингкет. Очень такое издание. А кто тебе сказал, что издание такое? Ты когда-нибудь... Можешь привести пример, чтобы Беллингкет распространял какую-нибудь ложь? Ну ложь нет, но опять же очень непонятная информация. Нет, подожди, подожди. Понятно, что не непонятно. Но. То есть ты не можешь привести пример лжи Беллингкета. Еще раз повторяю, Беллингкет это полностью ручное. А что не ручное? Не ручное, ничего нет. Потому что, смотри, в буржуазном мире нету реально независимых СМИ. Так как кто финансирует, тот заказывает музыку. Я понял. То есть еще раз. А, то есть нам надо посмотреть на кремлевских пропагандистов. И там мы правду найдем. Послушайте, ваши пропагандисты из Пятого канала Нового Времени и остальной вот этой помойки ничем не хуже, точнее, ничем не лучше кремлевских пропагандистов. Есть большая разница. Наша страна защищается от агрессии, а российские пропагандисты оправдывают эту мерзость. Я не знаю, кто там. Хорошо, предположим. Не, не хорошо предположим. Это факт. Хорошо, факт. Факт, смотри, ведь ты же должен понимать то, что Украина это, будем говорить, многонациональная страна. Ну, разумеется. На одном говорят по-русски, на другом по-украински. Разные герои. Разные герои, понимаешь? У двух берегов разные герои. У одних Бандера, у других, там, не знаю, там, Кожедуб, предположим. А, ты знаешь, это не противоречит одно другому. Вот лично я с уважением отношусь и к Бандере, и к Кожедубу. Это совершенно, так сказать, мне это не мешает. Ты просто запутался, у тебя логика ломается. Это не я запутался. Так, подожди. Ты можешь в Ютьюбе набрать видео обстрела из Гукова территории Украины? Я тебе клянусь, я посмотрю потом обязательно. Спасибо за информацию, что ты мне дал. Я посмотрю. А можешь еще набрать, как засветились танки Т-72Б3 на территории Украины? Мужик, еще раз повторяю, никакой регулярной армии на территории, российской регулярной армии на территории Донецкой Народной Республики нету. А, я понял. А откуда ты об этом знаешь? Потому что, ну... Нет, нет, нет. Откуда ты об этом знаешь? Стоп. Там есть инструкторы, например, те же самые, какие-то российские. Но регулярная армия не признала ни одна, ни ОБСЕ, ничего. Если бы признала... Подожди, откуда ты знаешь, что ОБСЕ не признала? Она сама об этом говорила. Кто говорил? Ну, я не знаю. Например, Томас Греймингер, глава ОБСЕ, знаешь? Кто это? Глава ОБСЕ утверждал, что их задача не определять, чьи это войска, а просто документировать факты. Документировать? Ну, конечно. ОБСЕ подтвердило, что регулярной армии нету. Она задокументировала эти факты. Нет, ты не прав. Это ты выбранную цитату кремлевских пропагандистов выдаешь за истину в последней инстанции. Хорошо. А у меня вопрос. Откуда взялись танки Т-72Б3 на нашей территории? Потому что танки, Т-72, ну, Т-72-танки, это всегда, они стояли на вооружении Украины, в том числе в председлениях Донецка. Т-72Б3 это новейшая модификация танка Т-72, которая не могла быть откопана в шахтах. Хорошо. Другой вопрос. Ты в курсе про Укроборонпром и Деяния Порошенко? Ну, немножко знаю, да. Где он в России чинил вот эти вот танки. Так, подожди. Мы с тобой, ты немножко отвлекаешься. Нет, я не отвлекаюсь. Я тебя спрашиваю, смотри. Грэм Филлипс, кремлевский пропагандист, снимает фильм про Дебальцева. Так. И у него в кадр его камеры попадает колонна танков Т-72Б3. Как ты объяснишь это? Подожди, а кто определил, что это танк Т-73Б? Это очень легко определить наши эксперты и вообще любой нормальный эксперт, который разбирается в танках, он прекрасно идентифицирует танк Т-72Б3 по тому оборудованию. В частности, додатчик ветра, динамическая защита этого танка. Стоп. Очень легко идентифицируется новейшая модификация танка Т-72Б3. На Б2 разве не стоял вот эта вот, как это называется, защита? А танк Т-72Б2 это рогатка. Это тоже российский танк, его тоже не могло быть. И он внешне очень сильно отличается от Т-72Б3. Это не танк Т-72Б2, не рогатка. Т-72Б2 называется рогатка. Он никогда не поставлялся в Украину. Я вернусь к первоначальному вопросу. Первоначальный вопрос звучал так. Ты сам понимаешь, что Украина – это национальная страна с разными героями, с разным видением некоторых вещей. Так же точно, это можно сказать про любую страну. Про любую страну я могу сказать, что есть разные люди с разными героями, с разным видением. Это нормально. Это только Северная Корея. Такая тотальная диктатура, где у всех совершенно одинаковые герои. Любое нормальное государство, люди имеют свои совершенно разные взгляды. Это нормально. Разные взгляды, но огромное количество, огромная группа людей на одной территории страны любит одних, а на другую – другие. А кто тебе сказал об этом? Это факт. Нет. Кто тебе сказал об этом? Потому что я сам был в Украине, но огромнейшее количество раз был в Украине. Я понял. Ты, очевидно, общался в таком кругу. У нас в Харькове достаточно большое количество людей, для которых, например, Жуков – это совершенно не герой, а это сталинский мясник. И в Минске, и в Москве тоже не любят некоторые Жукова. А есть те, кто любит. Так, давай определим, кто из людей накачан пропагандой, а кто хоть немножко соображает. Обрати внимание, давай сравним человека, которому нравится сталинский мясник, и который говорит, что это была мерзость. Вот так вот жизнями солдат бабы еще нарожают. Вот так вот вести боевые действия. Немецкие пулеметчики сходили с ума от того, что они пулеметами своими косили красноармейцев, которые в одно и то же место атаковали по преступным приказам сталинского мясника. Преступный, хорошо. Это плохо на самом деле, Александр. Я согласен, плохо. Ты меня все время перебиваешь и не даешь мне закончить мою фразу. Да-да-да. Я согласен, что есть люди, которые не очень любят Жукова. В Жукову можно относиться по-разному. И во всех постсоветских странах есть люди, которые относятся к хорошо, но есть то плохо. Такой же, точно такой же вопрос и оставили. Но в общей массе, поверь мне, я был в Харькове, я был в Львове, я был в Киеве не раз. И всегда я отдавал себе точный отчет, что все-таки в общей массе одна половина, как ты считаешь, ватная, другая гидная. Нет, не половина ватная и не половина гидная. Смотри, обрати внимание. Есть количество определенный процент людей активных, которые что-то делают, а подавляющее большинство – это вот такое вот пассивное в общественном смысле болото. Оно принимает того, кто дает повестку дня. Согласись со мной. Тем не менее, тем не менее. Подожди, подожди секунду. Ты из какого города? Я из города Гомель. Гомель. Как ты будешь относиться, если Россия вам сделает Гомельскую народную республику? Россия сделает нам Гомельскую народную республику в случае, если к власти в Минске придут какие-нибудь ебаны типа вашего цернеблока или еще. Точно. Представь себе, что в Минске сносят вашего Лукашенко. Так. И Россия берет, организовывает вам Гомельскую и Могилевскую народную республики. Еще раз. В случае, если начинается конкретное притеснение нас, если к нам придут какие-то там черти, националистически начинают косить наших людей. В случае, если в Минске приходит какой-нибудь тягнеблок, который начинает транслировать такую повестку дня. Вот только в таком случае она нам сделает. Конечно, я буду относиться к этому плохо. Я не хочу никакой войны. Я ничего не хочу. Так, подожди. Если вы будете несогласны. Будет только в случае, если в Минске произойдут такие действия. Я понял. Такие действия скинут Лукашенко. И придут абсолютно националистические люди. Да, которые за Беларусь. Которые против интеграции Беларуси и Российской Федерации. Там вы организовываете, я имею в виду, под воздействием пророссийских и российских спецназа, вот этой всей добровольцев, казачков, организуется Гомельская Народная Республика. Как ты думаешь, Минск будет выступать против Гомельской Народной Республики, Могилевской Народной Республики? Конечно, будет. Будет. Ну, значит, будет война. Наверное, будет. С одной стороны, пророссийские и российские казачки. Там какой-нибудь Гиркин Стрелков опять вам приедет. Какой-нибудь Моторола появится. Еще раз, еще раз, услышь меня и не перебивай. Для того, чтобы такой херни не случилось, необходимо просто не создавать таких условий. Скажи, пожалуйста, ты можешь привести пример, когда бы у нас на территории Украины происходили бы, какие-то противоправные действия по этническому принципу. Слушай, если взять всю... Не, подожди, 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 подожди. Если взять, это понятно. Конкретный совершенно вопрос. Я еще повторяю. Если взять всю стенограмму людей, которые говорили с Майдана... Это понятно. Конкретные действия. Конкретные действия по этническому принципу. Ну, когда приходили... Ты не знаешь, что на Майдане были люди самых разных национальностей? Русские в том числе. Я знаю. Например, какой-нибудь там Немцов и еще остальные. Ну, я это все знаю. Какой Немцов? Я не веду по национальности русские люди. Вот у меня друг, который сейчас учится на офицера, Виталий Максимкин. Этнический русский Максимкин. Это русская фамилия. Он был на Майдане. Этнический русский человек. Ты думаешь, у кого-нибудь хоть поднялся, так сказать, язык, повернулся, сказать, что ты русский. Значит, ты хуже. Слушай, я прекрасно, огромнейшее количество... Вот, вот, могу тебе привести пример? Да, по этническому принципу. Еще раз, еще раз. Убийца Олеся Бузина, знаешь? Да, конечно. Как его зовут? Я не знаю, кто это. Ну, я тоже забыл фамилию, по-моему, как-то там, Немцовик, короче. Так, подожди, по этническому принципу Бузину убили за его национальность? А я тебе еще раз повторяю. Подожди, подожди, подожди. Тут очень важный момент. Ты привел этот пример. Скажи, пожалуйста, разве... Я не привел пример. А что? Я тебе еще повторяю. Есть конкретное видео. Убийца... Подожди, убийство Бузины, ты хочешь сказать, что это по... Убийца, убийца Бузины, убийца Бузины. Еще в 2011-2012 году ходит по Майдану. И что? Доебался до какого-то еврея. Доебался. Причем это было так спонировано, что к нему подходит их девушка. Типа девушка пристает к нему. Потом подходит несколько бройлер и говорят, «Слышь, ты что к нашей девушке пристает?» Хотя, де-факто, девушка пристает к нему. Подожди, я не понял. То есть, у нас в Киеве, секундочку, у нас в Киеве на человека нападали по этническому принципу за то, что он еврей. Да, да, огромнейшее количество. А, я понял. А мне кажется, что таких случаев у вас в Беларуси тоже есть. И в России такое есть. Даже если даже такие случаи. В России конкретно, в Российской Федерации больше антисемитизма, чем у нас. Ты хочешь сказать, что к человеку еврейской национальности докапывались специально украинские националисты по этническому принципу? Да. Я понял. А ты знаешь, что в Российской Федерации случаев антисемитизма больше, чем у нас. В Российской Федерации хотя бы эти дела расследуются. А в Беларуси подавно расследуются. А у вас не вероятно. Я же тебе говорю, что конкретно убийство Лыся Бузины, если оно было даже так, как ты говоришь. Ведь это же вина нашего государства. Ты понимаешь, что это наше государство, Украина, виновата в смерти Лыся Бузины? Я тебе говорю, это наше государство, виновата. Ну, считай, как хочешь, не знаю. Почему? Потому что если бы его осудили бы и посадили бы по приговору суда за разжигание межнациональной розни... Где? У нас здесь на зоне, да. Он бы сидел бы на зоне на Львовском. Конкретный пример разжигания. Был бы опущенный, но живой. Конкретный пример разжигания ненависти о Лесе Бузины. В его книге... Какой? Леся Бузины, его книги, это сплошное разжигание межнациональной розни. Например? Что? Ну, разве он не доказывал, что украинской нации не существует? Что украинцев не существует? Что это какое-то люди другого сорта? Смотри, вы понимаете, что Украина... Какую книгу Леся Бузины ты читал? Подожди. Украина состоит из нескольких частей другого государства. Ну, это же исторический факт. Я тебя могу про очень многих государств. Беларусь состоит из... Когда-то состояла из частей какого-то другого государства. И что? Ну, так смотри, почему сегодня нету какого-нибудь народной республики? Потому что еще Лукашенко еще не снесен теми людьми, которые... Потому что он 3%. Каких 3%? А сколько процентов у Лукашенко? Ну, процентов 30, наверное, так точно. 30? И ты думаешь, его с 30% выберут президентом? Ты знаешь, я думаю... Ну, выберут, не выберут. Это не мое дело. Нет, я тебя предсказываю как Ванга. Ваш Центризбирком объявит Лукашенко победителя. Может, вопрос? А что ты за Беларусь так... Вот, знаешь, у тебя в Украине много больше проблем. Мы переживаем за братьев белорусов. А как же ты думал? Потому что есть белорусы, которых я на фронте спрашиваю. Ребята, говорю, а зачем вы воюете за нас? Они говорят, мы вот здесь воюем против России и за Беларусь. Я понимаю, что тебе это не нравится. Нет, я не понимаю. Просто, ну, ладно, я... Хорошо. Еще раз повторяю. Для того, чтобы не создавать с Коминской Народной Республикой, необходимо нормальная этническая и национальная политика. Вот у вас четвертия рогатые пришли когда-то к власти. Эту политику запороли. Я же тебя спрашиваю, кто конкретно из наших политиков? Кто конкретно из наших политиков занимался какими-то этнически, по этническому принципу, репрессировал каких-то людей? Ну, приведи мне пример, пожалуйста. Почему ты рассказываешь какую-то глупость кремлевской пропаганды, ты не можешь привести ни одного примера. По этническому принципу. Ну, ты же тоже не можешь привести ни одного примера. Что-то ко мне... Какого примера я не могу привести? Ну, того же самого Бузины. Где Наржиганин есть? В книгах свои. Ты говоришь, все знают, что Наржиганин есть. Ну, в книге своей, когда Бузина утверждал, что украинцы это что-то такое не до государства, не до люди. Это же, понятное дело, что это перепевки Геббельса. Когда-то Геббельс и гитлеровские обосновывали, что есть расы первого сорта и есть второго сорта. Бузина это замаскировал. Он вместо нации написал государство. Его ненавидели очень многие люди. Как если бы, например, на территории Беларуси появится человек, который будет писать книги о том, что белорусы – это какая-то фигня, будет разжигать межнациональную рознь, который будет под российскую дудочку петь и получать, так сказать, преференции от... Просто можно не перебивать и высушить меня. Вы бы могли, вот еще раз повторяю, Олеис Бузина отчасти писал правильно, что сегодня украинская нация не существует. Если бы вы делали правильную политику выстроения нации, если бы вы делали все это без Майдана, без всяких там этих... Так у вас же в Минске может случиться Майдан. У вас в Минске может случиться Майдан. А чем тебе Майдан не нравится? Разве Майдан был... Приедешь – поскатишь. Приедешь – поскатишь. Я понял. Разве Майдан кого-то преследовал по национальному признаку? Откуда у тебя вот эта вот закачанная, вот эта каша в голове? Я не могу конкретно точно вспомнить пример, но помню, смотрел прекрасное видео, конкретно какой-то там мужик говорит, что национальный батальон Бандеры идет освобождать, не освобождать, а как-то там украинизировать донецкую народную... Короче, Донецк. А как ты это проверил, эту информацию? А что это? Я никогда не слышал про батальон Степана Бандеры. Вот ты знаешь, я был много раз на фронте. Но это бред сивой кобылы, мне кажется. Огромнейшее количество людей, когда огромнейшее количество информации об этом есть. Я не помню, ни Бандера, но я не помню. А, так и гитлеровцы тоже. Геббельс тоже очень большое количество информации проплодил. И что? Хорошо. Дивизия СС Галичина. И что? Причем тут сейчас? И что? Причем тут сейчас? Какое к нашему времени сейчас имеет дивизия СС Галичина? Ну, может быть, потому что с ней марки выпускают. И что? Бля, ничего, все нормально. Все будет хорошо. Знаешь, я специально сливаюсь, но я не хочу... Слава тебе, Господи. Посмотри, пожалуйста, про обстрелы территории Украины.